МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взаимоотношение с Россией на всех уровнях сотрудничества является важным вектором внешнеполитической деятельности Казахстана, заявил президент Теннер Султан Назарбаев. Сегодня мы видим острый кризис в международной политике. В этих сложных условиях заявляю, что Казахстан и Россия – добрые соседи, союзники и стратегические партнеры, сказал Назарбаев, выступая на 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. По данным интерфакса, глава государства напомнил, что у Казахстана и России есть разные договоры в этой части. В ближайшее время страны проведут все ратификационные процедуры по этим соглашениям, отметил президент. Участники 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана приняли обращение к соотечественникам, сообщает Интерфакс. Нам необходимо дальнейшее развитие высоких стандартов человеческих и общественных отношений, которые базируются на укреплении культуры мира и духовности, развитии сконных традиций, толерантности, доверия и взаимоуважения на нашей земле. Мы утверждаем общие ценности нашего общества – мир, согласие и единство. Именно так мы сможем войти в число 30 самых развитых государств мира. Это нам по силах говорится в обращении. Напомним, 21-я сессия Ассамблеи народа Казахстана проходит с повесткой дня «Стратегия Казахстана-2050. Культура мира, духовности и согласия». По данным Кастак, дворы 20 жилых домов в селе Беткайнар Курдайского района Жамбулской области подтоплены. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Эвакуации людей не производилось. Акиматом сельского округа совместно с отделом по ЧАЭС проводятся работы по отведению воды в тополиную рощу путем откачки воды и устройства канала. Создана комиссия, возглавляемая Акимом района. По данным Кастак, на казахстанско-каргызстанской границе контрабандисты при задержании оказали сопротивление. Наряд пограничной комендатуры Беткайнар Курдайского погранотряда обнаружил группу неизвестных граждан, которые осуществляли контрабандный перегруз партии товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан через реку Шу. При задержании контрабандисты оказали активное сопротивление и попытались скрыться. В целях остановки авто были произведены два предупредительных выстрела. В результате водитель получил ранение. О событиях, произошедших сегодня в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. К трём годам лишения свободы приговорил сегодня военный суд Актюбинского гарнизона 35-летнего кадровика погранвойск Мурата Айтбекова. Он получил взятку от претендента на работу, обещав ему содействие в трудоустройстве. Процесс над Айтбековым проходил в присутствии его коллег. Подсудимый полностью раскаялся в садейном и даже сам себя закрыл в клетку. Акмарал Майкузов продолжит. Уже бывший кадровик войсковой части 2030 Мурат Айтбеков самым первым пришел на процесс. Зашел в зал заседаний и свободно общался с журналистами. Поначалу его даже приняли за кого-то из сотрудников военного суда. Но когда явился судья, Айтбеков встал и зашел в клетку. Затем запер себя. Мужчина, как выяснилось, в прошлом году обещал некоему Скакову содействие в трудоустройстве в подразделениях КНБРК. Скаков завалил психологический экзамен. Но кадровик Айтбеков успокоил, что можно все уладить. Надо лишь заплатить определенную сумму. Айтбеков в ходе состоявшегося разговора со Скаковым вводя в заблуждение последнюю, создал ложное представление о своих подлинных намерениях. Пообещал последнему трудоустройству воинскую часть 2030 с выдачей положительного заключения военного психолога о годности к службе, для чего потребуется передать ему 120 тысяч тенге, хотя не имел намерения выполнить взятое на себе устные обязательства относительно возможности достичь желаемого и о своих полномочиях. Часть денег Айтбеков получил в подъезде одного из жилых домов. Это были 50 тысяч тенге. Но никому деньги отдавать не собирался, поскольку никаких влиятельных связей не имел. Затем пошел в банк и заплатил по кредиту. Скакову передал, что нужны еще 125 тысяч тенге. После этого потерпевший попросту написал заявление в Финпол. В день передачи этой суммы Айтбекова задержали оперативники. Это произошло зимой 2014 года перед торговым домом Нурдаулет. В итоге суд сегодня признал экскадровика виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Военный суд приговорил Айтбекова Мурата Матальевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренном пунктом Г, части 3 статьи 177. Уголовный кодекс Республики Казахстана, на основании которой назначить его наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности в вооруженных силах Республики Казахстана, других войсках и воинских формирований сроком на два года, с конфискацией имущества лично ему принадлежащего имущества или являющейся долей вообщей совместной собственности. Также Айтбекова лишили звания лейтенанта. Осужденный полностью раскаялся в содеянном. Теперь у него на свободе остались супруга и 9-месячный ребенок. Акмарал Майкузов Алексей Уразов, программа «Факт». В Ак-Тубе возобновляется акция по выкупу оружия у населения. Для того, чтобы сдать ружья, боеприпасы и взрывчатые вещества, жителям области необходимо обратиться в ближайший отдел полиции. Причем за оружие различной марки можно получить от 10 до 100 месячных расчетных показателей. К слову, один МРП сегодня приравнивается к 1852 тенге. «Хотелось бы предупредить также граждан, добровольно сдавшие незаконно хранящие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества будут к уголовной или административной ответственности привлекаться не будут. По всем вопросам добровольной сдачи незаконно хранящего огнестрельного оружия и боеприпасов и взрывчатых веществ граждане могут обращаться к сотрудникам органов внутренних дел, а также к органам внутренних дел по месту жительства. А также по телефону 102 и в опорные пункты, участковые пункты полиции на местах». Напомним, в последний раз подобная акция в Казахстане проводилась в сентябре прошлого года. Тогда активенцы проявили активность и сдали в органы внутренних дел около 700 единиц оружия, в том числе раритетные экземпляры. 24 миллиона тенге, выделенные на организацию мероприятий из республиканского бюджета, были полностью освоены. Городские маршруты общественного транспорта под пристальным вниманием властей. В связи с большим количеством обращений граждан по поводу качества этого вида услуг, в Ак-Тубе стартует научно-исследовательский проект. Он направлен на оптимизацию пассажирских перевозок путем проведения тщательного анализа состояния данной сферы и выработки соответствующих рекомендаций. Заказчиком проекта выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства, а его реализатором по итогам конкурса стала столичная организация «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций». Сегодня в областном департаменте по исполнению судебных актов прошел день открытых дверей. Проконсультироваться на интересующие темы можно было любому желающему. Посетители принимали начальники отделов и руководство госоргана. На мероприятии также была озвучена информация о новшествах в этой сфере. Чаще всего посетители обращаются в департамент по вопросу взыскания алиментов. Альфия Мухангалеева говорит, что в очередной раз пришла со своей наболевшей проблемой. Три года ей не удается взыскать алименты с мужа. По словам женщины, мужчина не открывает двери судоисполнителям. Однако Актюбинка считает, что представители госоргана могли бы проявить большую настойчивость. До сих пор не могу получить остатки алиментов. Там осталась сумма где-то 240 тысяч. И уже три года постоянно прихожу сюда в департамент по исполнению судебных актов. Вот вчера, вернее сегодня увидела, что день открытых дверей. Вот пришла по этому вопросу снова. Не знаю, как решиться. В самом департаменте по-прежнему говорят о том, что, возможно, не всегда удается уделить достаточно времени каждому просителю. В штате госоргана на данный момент 50 судоисполнителей. Нагрузка на каждого выходит солидная. Более тысячи исполнительных листов на каждого. В общей сложности в городе насчитывается 11 тысяч алиментщиков. В отношении злостных неплатильщиков меры постоянно ужесточаются. По новому закону, который вступил в силу в январе, даже введена уголовная ответственность. И даже был факт, когда эту статью закона применяли. У нас был такой факт в запрошенном году. Должник не платил своему несовершенному ребенку алименты. Правда, у него долг был всего 60 тысяч около. Его привлекли к году ограничения свободы. Это получается, что после 10 вечера он не может выходить из дома, ходить в усилительные заведения. И он должен всегда отмечаться у участкового инспектора. Новый закон предусматривает и другие новшества. Например, безработные платильщики алиментов теперь обязаны выплачивать в месяц на одного ребенка не 4 тысячи тенге, как было прежде, а 27 тысяч тенге. Между тем, как говорят в департаменте, в Казахстане в недалеком будущем собираются упразднить Институт государственных судебных исполнителей. Так, уже через два года планируется передать функции по взысканию долгов с юридических лиц исключительно частным специалистам в этой сфере. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». В связи с наступающим периодом нереста и размножения рыбы и других водных животных на территории Октябрьской области вводится запрет на рыболовство. На территории Тургайского государственного природного заказника запрещено ловить рыбу с 15 апреля по 31 августа в связи с гнездованием птиц. На других водоемах с 20 апреля по 20 мая запрещено ловли хищной рыбы. Это щука, окунь, жерех. Также запрещается рыболовство с применением сетей, изготовленных из синтетических нейлоновых нитей, электроудочек, а также с применением колющих орудий ловля, саломоловных, взрывчатых и отравляющих веществ. Вчера ночью, только 10 часов ночи, вчера был выявлен факт правонарушения, это нахождение сетями, вот этими изготовленными китайскими сетями. То, что даже если любитель на нее, на рыбу, то есть рыбу не ловил, она считается уже нарушением, потому что законодательством запрещается находиться. Напомним, что с 15 октября 2013 года по 30 июня был введен запрет на ловлю раков. За нарушение закона предусматривается штраф в размере от 3 до 10 мрп, за грубые нарушения от 10 до 20 мрп. С 21 по 26 апреля стартует республиканская акция всеобщей иммунизации. В течение недели жители города и области приглашают посетить поликлиники и диагностические центры. Здесь будет производиться вакцинация от пневмонии, полиомилита, туберкулеза и гепатита, согласно национальному календарю прививок. К сожалению, увеличивается рост отказников, отказывающихся от вакцинации, от профилактической вакцинации. А ведь вакцинация является основной мерой профилактики основных инфекционных заболеваний, которые часто встречаются, особенно среди детей детского возраста. Для гидов-экскурсоводов в эти дни проводится семинар-тренинг по повышению квалификации. Со всех районов области приехали специалисты по туризму, чтобы рассказать о достопримечательностях своего родного края. По итогам встречи в Казахско-туристскую ассоциацию будет вынесено предложение о включении маршрутов в реестр. Если оно будет утверждено, то районные красоты смогут увидеть туристы со всего света. В мае мы планируем проведение информационного тура, где будут участвовать региональные и местные СМИ. Также будут турфирмы, туроператоры. Многие желающие, в основном ездят и студенты, и преподаватели вузов. В этом году мы посетим Каргалинскую область, где покажем достопримечательности его. Есть там водопад, есть домики, пруды. Вот эти места мы хотим более подробно описать, их взять и показать людям. В минувшем году Аксюбинскую область посетили более 6 тысяч иностранцев. И, как говорят эксперты, с каждым годом интерес к культуре, традициям и обычаям нашей страны среди зарубежных гостей растет. Особое внимание уделяется развитию экотуризма. Кто в этом плане наиболее подходящими районами для него называет Уилский и Каргалинский. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин